Кто она, Ольга Любимова? СМИ обсуждает нового министра культуры. Дочка ректора Щепкинского училища работала в телепрограмме «Ортодокс» и православном календаре. Одни уже ищут сомнительные пятна в ее биографии, другие называют неравнодушные, напрочь лишенные фанатизма. Правнучка Качалова, специалист по документальному кино и любитель мемов. Одним из самых обсуждаемых новых министров стала 39-летняя Ольга Любимова, теперь глава Минкульта. Одни ищут сомнительные пятна в ее биографии, другие возлагают на Любимова на большие надежды, называя ее неравнодушной, образованной и напрочь лишенной фанатизма. Продолжит Александр Ситрова. Ольга Любимова – дочь актрисы-современника Марии Шверубович и ректора Щепкинского училища Бориса Любимова. Ее дед – переводчик Николай Любимов. Прадедушка – актер Василий Качалов. Крестный – Никита Михалков. Училась в православной гимназии, окончила журфак МГУ и факультет театроведения ГИТИСа. С начала 2000-х работала на телевидении, в том числе в религиозных передачах «Ортодокс» и «Православный календарь». При этом ей понравилась, например, эротическая драма «Верность», вышедшая в прокат в прошлом году. С Минкультом Любимова сотрудничает с 2015 года. Последние два года возглавляла департамент кино. Отвечала за распределение бюджетных денег на производство фильмов. Вела работу с должниками, в частности с режиссером Сергеем Дворцевым. Минкульт начислил ему штраф в 7,5 миллионов за то, что картина «Айка» не вышла в срок. На счету самой Любимовой десятки документалок. Несколько лет назад она работала на Первом канале. Сейчас спокойно дает интервью «Медузе». Энергичная, умная, современная. Характеризует Любимову спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который в начале 2000-х сам был министром культуры. Мне кажется, что она вполне реально впишется в культурную среду, которая ждет от министерства и покровительства, и финансирования, и защиты, или просто невмешательства. Я думаю, она будет бороться за бюджет, а министр – это лоббист, в том числе и бюджетный. Мне кажется, что у нее есть контакт с молодыми поколениями кинематографистов. Я не думаю, что Ольга Борисовна столкнется с теми проблемами, которые ей неведомы. Она и по этих проблемах слышала с пеленок. Имя Любимовой связывают с последними кассовыми успехами российских картин, таких как «Движение вверх», «Холоп» и «Т-34». При этом ее департамент фигурировал в историях с отзывом прокатного удостоверения у смерти Сталина и Анучи и в контексте проблем с прокатом у проекта «Даух» Ржановского. При ней Минкульт задумывался о том, чтобы ограничить показ иностранного кино. Но нельзя забывать, что всем министерством все же заведовал Мединский. Фильм «Братство», вокруг которого разгорелся скандал прошлой весной, Ольга Любимова поддерживала, рассказывает его режиссер Павел Лунгин. Ольга помогала нам в ситуации «Братство». Просто она не все могла, над ней всегда был начальник. Знаю, как она хотела выпустить, так как нас останавливали. Думаю, что она абсолютно против того, чтобы эти доморощенные сенсоры вмешивались бы в жизнь искусства. Для меня уже, когда она стала во главе департамента, жить стало намного легче. Ольга поддерживала копродукции. Еще одно свойство, про которое я не могу не сказать, у нее потрясающее чувство юмора. Мы всегда с ней, когда говорим, даже на самые серьезные темы, всегда хохочем. И это лучший способ решать проблемы. Чувство юмора Любимовой оценили в соцсетях. Там активно обсуждают фото нового министра в футболке с популярной нецензурной фразой-мемом. В переводе на литературный русский звучит она примерно так. «Кто вы такие, я вас не знаю, идите отсюда». Судя по всему, кадр был сделан еще до того, как Любимова начала работать в Минкульте. Мем в свое время растиражировал драматург, театральный режиссер Николай Коляда. Я когда узнал о том, что новый министр, я не знал биографию, я ужасно расстроился. Потому что весь Фейсбук стал выйти от восторга, ой, как здорово. А когда вот такое стадность приобретается, это означает, что значит что-то будет плохое. И вдруг с утра мне присылают вот эту фотографию с цитатой, которую, я не знаю, я придумал 15 лет назад. Кто-то там стали писать, ой, она пошлячка, как она может. А я подумал, что живой человек пришел на место министра культуры, с которым можно будет разговаривать нормально. Просто живой человек, у которого все в порядке со вкусом. Фурцову, может быть, вспомнить, которая тоже была, может быть, в чем-то не подарок, но почему ее помнят до сих пор. Любимого пока называют самым бедным из новых министров. За 2018 год она заработала всего около 2,5 миллионов рублей. То есть получала в районе 200 тысяч рублей в месяц.